Уже через 4 дня мы вступим в Новый год. Символом 2019 по восточному календарю станет желтая земляная свинья. Это животное завершает цикл восточного гороскопа. Свинья приходят на смену собаке, причем тоже желтой земляной собаке. Встречая 2018 и в прошлом году астрологи сулили, я цитирую, долгожданный для всего мира переломный момент в политике истории, обещая, что именно в 2018, спустя два огненных года, на Земле воцарится мир. Астрологи утверждали, что именно в год земляной собаки лучше всего связать свою жизнь с важным делом или любимым человеком. Сбылись ли предсказания астрологов, тут можно, конечно, поспорить. Но лучше быть готовыми, по крайней мере, информированными, что нас ждет в год свиньи и как его правильно встречать. Поговорим сейчас с профессиональным астрологом. У нас в студии Елена Соболевская. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. И, слушайте, ну, я сейчас буду задавать банальные вопросы, которые вам задают наверняка все, кому не лень. Но это же так интересно. В чем встречает Новый год, например? Ну, для того, чтобы восточный Новый год, да, желтого земляного кабана начинается, вступает в свои права, 5 февраля. Да, поэтому мы еще немножко поживем в жизнерадостной собаке. А, то есть кабан, он все-таки гадкий. Ну, он более терпимый. Он... В 2019-е он не будет таким скучным, да, как напротив. Кабан долго запрягает, но потом быстро действует. Поэтому здесь нужно все свои шаги продумывать, готовиться и потом уже быстро и с огоньком действовать. И Новый год ждет успех, если вы будете действовать в стиле года, обдумывать тщательно свой шаг. И если вы обдумываете, все смотрите, и если уже решение принято, то тогда уже действовать, не оборачиваясь назад. Хорошо. А в какой цвет все-таки одеваться в Новый год? Вот это женский вопрос, извините. Да, есть несколько простых правил, которые, да, для того, чтобы правильно встретить Новый год. И это желтый, да, желтого кабана. Поэтому хорошо, чтобы встретить кабана уже у себя дома, хорошо иметь песочные оттенки, золотистые оттенки. И кабан любит яркие цвета, зеленые, розовые, да, что-то яркое. Можно золотинки какие-то сделать, елку там украсить, аксессуары сделать этого цвета. Ну, в общем, золото и песочное, вот то, что я уловила. Хорошо. Хорошо. Ну, все-таки, когда мы говорим о свинье, то первое, что приходит в голову, это подложил свинью и прочие намеки на некоторые неприятности, которые могут начаться. Я вот сейчас как раз зачитала предсказания, которые делались в преддверии 17-го года. А кабан, дескать, и свинья, да, они не такие доброжелательные, очевидно, как, например, собак. Ну, все равно, зато они действуют более четко, продуманно, они продумывают свои шаги, и если они уже идут вперед, да, то они уже будут добиваться своих целей, будут добиваться своих целей. То есть, например, не стоит думать и ожидать, что это будет год войн, каких-то перипетий, катаклизмов обязательно. Нет, здесь нужно наоборот решаться, брать, да, там, за рога, идти вперед, добиваться своих целей, быть более активными, быть более динамичными, не бояться, не прятаться где-то за спиной, убирать, да, как бы первое, это убирать лень, убирать все свои какие-то вредные привычки, а наоборот, идти на пролом. Жениться хорошо в следующем году? Для каждого, конечно, для... Есть свой личный гороскоп, да, и для того, чтобы дать какие-то рекомендации, здесь нужно уже видеть, знать вашу личную карту, для того, чтобы она была правдива. Ну, хорошо, если мы по знаком зодиака быстренько пройдемся, например, что овнам готовят этот год, спрошу я, естественно, эгоистично, поскольку понятно, что я овен. Но для овнов это будет разворачиваться в сферах карьеры, бизнеса, работы и профессии. Прекрасно, как обычно. Также могут стать вопросы недвижимости и места жительства, возможно, даже изменения в составе семьи. И вот уже даже с января многие овны почувствуются, что у них какая-то появилась активность, агрессия, какая-то такая импульсивность. Но нужно быть аккуратно, быть аккуратнее с начальством и все-таки над своими поступками думать, чтобы они были, да, не рубить с плеча. Ну, то есть, хорошо. Что, например, с скорпионами? Ой, скорпионов, у них сейчас возможность финансовых вопросов, у них будут дополнительные заработки, у них есть возможность получить дополнительные партнерские какие-то, хорошо работа с иностранцами, в иностранных компаниях, путешествия. Им будут идти прямо в руки дополнительные источники доходов, только, да, работа и не линейте идти вперед. Регина Фокс, Регина, слышишь ли ты, что дополнительные источники доходов у нашего шеф-редактора? Да, окей, например, давайте поговорим, кто-нибудь, давайте выбирайте. Три лет, да, вот сейчас большой благодетель, Юпитер, есть такая планета, это большой благодетель, большое счастье считается в астрологии, и он находится у себя дома, в обители. Это наилучшее время для того, чтобы расширять свои бизнесы, открывать проекты, ездить путешествовать, потому что он будет помогать и расширять все сферы, и у каждого, куда он попал в определенный дом, он будет помогать, да, каждому человеку. И Юпитер бывает в таком положении раз в 12 лет, поэтому не упустите свой шанс, им нужно сейчас... Это все стрельцы? Это не стрельцы, это вообще, в принципе, да, для всех. Юпитер это большой благодетель в астрологии считается, и он сейчас находится в самом лучшем положении. Поэтому буквально вот с января, после 7 января, все планеты будут в прямом движении, поэтому это время для новых проектов, новых бизнесов, когда будет как будто попутный ветер будет помогать действовать и идти вперед. Водолеи. Водолеи, им нужно будет не забывать про себя, отдыхать, смотреть на свое здоровье, обращать внимание на свое здоровье, не бояться открывать новые проекты, посмотреть, научиться чему-то новому, в соцсети хорошо, какие-то бизнес-проекты в соцсетях открывать тоже очень удачно. Кому-то будет плохо? Если кто не будет лениться и кто будет работать, то сопутствовать будет удача. К озерогам нужно обратить внимание на 2018 год, подытожить какие-то дела и еще упорно идти к своей цели чуть попозже, и у них будет успех. Но нужно посмотреть, как они... да, 2018 год у них был такой не очень простой, поэтому здесь нужно еще продолжительно и упорно идти к своим целям. Раки очень коротко и все. Для раков, для них... так, для раков это отношения. Отношения. Денис Малинин, запоминаем. Жизнь изменится к лучшему, это будет год любви, отношений брака. И раки избавятся от нездоровых отношений, если они были, и найдут те отношения, в которых они могут быть счастливы. И это для раков время перемены, трансформации. К лучшему. Это будет зависеть уже, да, от того, как вы будете... От интеллектуальных способностей раков. Да. Ну что ж, раки, желаю вам всяческих успехов в построении новых или избавления от старых ненужных отношений. Я, главное, что делаю, вывод сейчас, Елена, заключается в том, что 19-й год, он вовсе не будет каким-то страшным, нереально опасным для кого-то и так далее. Он будет, скорее, толчком для развития тех дел и тех людей, которые того заслуживают. Верно говорю? Да, да. Главное не уходить в сторону, не уходить в тень, проявлять себя, показывать, идти вперед и добиваться своих целей. Не уходите в сторону, проявляйте себя и встречайте Новый год в чем-то золотистом. Такие советы нам дала Елена Соболевская, чудесный астролог, которая не поленилась, пришла к нам в студию в районе Квинс, Лонг-Гайланд-Сити. Елена, спасибо вам за участие.